Многие помнят о том, как начинали прошлый учебный год студенты Петрозаводской консерватории. Это высшее учебное заведение, известно высоким уровнем образования далеко за пределами нашего города. Поэтому неудивительно, что за знаниями приезжают сюда молодые люди со всей России. Студенты народ небогатый, им не по карману снимать квартиры. Естественно, поступив в консерваторию, они надеются на предоставление крови в общежитии. Осенью 98-го года им был преподнесен неприятный сюрприз. Я приехала в прошлом году на первый курс. Очень сильно ужаснулась. Ни воды, ни света, ни тепла. Вообще ничего. Пустая коробка. В общем-то, еще было весьма страшновато снаружи смотреть. Крыша еще сильно текла. Вот те, которые жили на верхних этажах, все время жаловались. Студентам приходилось готовить себе еду на кострах. Разводили они их на берегу Онежского озера. В общежитии шутили, что живут они в среднем палеолите, в пещерках, завешанных шкурками. К счастью, преподаватели консерватории и их подопечные не остались один на один со своей бедой. Сразу же на эту ситуацию откликнулись первые лица республики. Огромную помощь оказали нам. В первую очередь, мы за счет средств, которые выделил нам Сергей Леонидович Катанандов, это 250 тысяч рублей через Министерство культуры Карелии, мы полностью провели капитальный ремонт крыш. У нас теперь ничего не течет. Кроме этого, была восстановлена электрика. Решены все вопросы с пожарными. Сделан капитальный ремонт душевых. Команда сотрудников УЗА трудилась без отдыха на протяжении года. Плоды их работы сегодня пожинают вернувшиеся с каникул студенты. Я с жуткой мыслью, что опять ничего нету. Надо будет опять как-то выкручиваться. Приехали, горячая вода есть, все есть. Квет есть, газ есть, хитенько, хорошо. Сегодня юные дарования могут спокойно учиться, не заботясь о том, есть ли дома свечка или опять придется сидеть в темноте. Спасибо. Спасибо.